Здравствуйте, ребята! Тема нашего занятия – химические соединения в живых организмах, неорганические вещества. Вы узнаете об основных неорганических веществах, входящих в состав организмов и их биологическом значении. Вспомните строение молекулы воды, познакомитесь с гидрофобными и гидрофильными веществами, узнаете, чем определяется кислотность среды. В состав живой и неживой природы входят вода, минеральные соли и кислоты, но в живых организмах встречаются еще органические вещества. Рассмотрим неорганические вещества. Вода является самым распространенным веществом на нашей планете. Она входит в состав клеток всех живых организмов. Количество воды не одинаково в разных тканях и органах. Например, в сочных плодах растений ее содержится до 98%, а в сухих плодах от 7 до 14%. Плазма крови, лимфа, тканевая жидкость более чем на 90% состоят из воды. В скелетных мышцах человека массовая доля воды составляет около 76%, а в жировой ткани приблизительно 30%. Зубная эмаль содержит всего 2% воды. С возрастом содержание воды в организме постепенно снижается. Уникальные свойства и функции воды определяются строением ее молекулы. Молекула воды состоит из двух атомов водорода, соединенных с атомом кислорода, ковалентными полярными связями. Связи H-O-H расположены под углом 104 градуса и 30 минут друг к другу. Как известно, кислород обладает более высокой электроотрицательностью, чем водород. Поэтому атом кислорода притягивает к себе общие электронные пары и приобретает частичный отрицательный заряд. Атомы водорода приобретают частичный положительный заряд, в результате чего один конец молекулы воды несет положительный заряд, а другой – отрицательный. Между атомом кислорода одной молекулы воды и атомом водорода другой молекулы возникает электростатическое притяжение. Такое взаимодействие, более слабое, чем ионная связь, называется водородной связью. Каждая молекула воды притягивает к себе за счет образования водородных связей еще четыре молекулы. Водородная связь оказывает большое влияние на физические свойства воды. При температурах от 0 до 100 градусов Цельсия вода может сохранять жидкое агрегатное состояние. Благодаря полярности молекулы воды способны формировать гидратные оболочки вокруг ионов и полярных молекул. Это способствует обособлению частиц и препятствует их склеиванию друг с другом, что особенно важно, например, для белковых молекул. Благодаря полярности молекул и способности образовывать водородные связи, вода является универсальным растворителем для полярных веществ. Между молекулами воды и растворяемого вещества возникает электростатическое притяжение, которое приводит к образованию водородных связей. В воде проходят все реакции метаболизма. В зависимости от растворимости в воде химические вещества условно делят на гидрофильные и гидрофобные. Гидрофильные вещества – это полярные вещества, которые активно взаимодействуют с молекулами воды за счет образования многочисленных водородных связей. К ним относятся низшие спирты и карбоновые кислоты, моносахариды, тисахариды, многие минеральные соли, кислоты. Гидрофобные вещества являются неполярными, они не формируют водородные связи с молекулами воды и не растворяются в ней. Гидрофобные – высшие карбоновые кислоты, жиры и некоторые другие соединения. В результате выполнения транспортной функции вода способствует всасыванию растворенных веществ, их перемещению в организме по проводящим тканям или кровеносной системе, выведению конечных продуктов обмена веществ. Вода также выполняет метаболическую функцию, то есть является основной средой протекания процессов обмена веществ и участником биохимических реакций, например, реакции фотосинтеза и гидролиза. В телах живых организмов вода выполняет структурную функцию, это значит, что она входит в состав всех клеток, межклеточного вещества, внутренней среды организма, секретов желез, придаёт упругость клеткам и тканям, у некоторых животных выполняет функцию гидроскелета. Вода обладает большой теплоёмкостью, то есть поглощает большое количество тепла при минимальном повышении собственной температуры. Это позволяет регулировать температуру тела растением при транспирации, а животным – при потоотделении. Вода обладает большой теплопроводностью. Это свойство в сочетании с движением воды обеспечивает равномерное распределение тепла по всему организму, что важно для протекания биохимических процессов в постоянных условиях. Не менее важное значение для организма имеют минеральные соли и кислоты. Общее содержание их в организме сравнительно невелико и обычно не превышает 1-1,5%. Как и вода, они входят в состав всех живых организмов, выполняя важные биологические функции. Твердость зубной эмали также обусловлена наличием минеральных солей, в состав которых входит кальций, магний, фосфор и фтор. Растворимые соли при взаимодействии с водой диссоциируют, поэтому в живых организмах они содержатся в виде иона. Многие ионы неравномерно распределены между клеткой и окружающей средой. Так, в клетках наблюдается достаточно высокая концентрация катионов калия и низкая натрия, а во внеклеточной среде – наоборот. Многие ионы играют важную роль в регуляции метаболизма, входят в состав ферментов, витаминов и других биологически активных веществ. Например, кальций и магний входят в состав ферментов, ион кобальта – структурный элемент витамина В12, магний – хлорофила, ион железа 2+, входит в состав гемоглобина. Неорганические кислоты также играют важную биологическую роль. Соляная кислота, входящая в состав желудочного сока позвоночных животных, создает в желудке кислую среду, что способствует уничтожению болезнетворных микроорганизмов и активации ферментов желудочного сока. Возможность протекания биохимических реакций, их скорость и результат во многом зависят от кислотности среды, то есть от концентрации ионом водорода. Для характеристики кислотности среды используют водородный показатель pH. В водных растворах величина pH обычно принимает значение от 0 до 14. Нейтральная среда характеризуется значением pH, равным 7. В щелочной среде pH больше 7, в кислой – меньше 7. Чем больше величина pH отличается от 7, тем более кислым или щелочным является раствор. В цитоплазме клеток, как правило, поддерживается нейтральная или слабо-щелочная среда. Однако в разных частях организма, в различных биологических жидкостях, этот показатель может быть другим. Подведем итог. Для поддержания жизнедеятельности клеток и организма в целом необходимы минеральные вещества. В воде принадлежит важнейшая роль среди неорганических веществ живых организмов. Основными биологическими функциями воды являются структурная, метаболическая, транспортная, терморегуляторная. Минеральные соли и кислоты также играют важную роль в процессах жизнедеятельности организмов. На протекание биохимических реакций влияет концентрация ионов водорода. Более подробно вы сможете ознакомиться с материалом, прочитав параграф 2 учебного пособия. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова